Осенью случилось чудо и как бы сложилось с помещением. Вообще два года уже я делаю с разными людьми, собираюсь, и мы делаем соседские мероприятия именно на улице. Ну, это обычно теплое время года, конечно. А здесь вот так сложилось, что есть теперь помещение, где можно что-то делать. И вот, собственно говоря, мы и начали что-то делать. Самое главное – позвать людей и дать им в руки краску. И тогда вот будет, как в той мультике. Мы строили-строили, и наконец построили. Вот, а то мы усвоим. То есть мы... Я просто купила краску, потому что офисное помещение скучное такое, страшное. В общем, еле-еле избавились от мебели, и надо было как-то что-то сделать. И есть хорошая инициатива. Каждый ноябрь, недавняя инициатива «Щедрый вторник», А еще раньше зародилась такая традиция проводить безумные чаепития в пользу фонда «Подарить жизнь». Вот. И так как помещение есть, и захотелось что-то такое, немножко безумного сделать. Вот. И просто я кинула клич, что давайте покрасим и сделаем красивое чаепитие, соберем денежки для фонда. Дело в том, что у моей НКО нет расчетного счета, я не беру деньги. То есть я не собираю деньги, никаких с денежных отношением у меня нет. Вот. Но собирать для фонда «Подарить жизнь» — это легко. То есть ты регистрируешь мероприятие, и туда же, на их же счет, идут деньги. Вот. И вот мы позвали людей, пришли и знакомые, и незнакомые. Люди, что удивило. Пришли первый раз, познакомились. Это так вот немножко в духе крокодилогены, чем мурашки. Вот. Потом, это я так ретроспективно от конца к началу рассказываю немножко. Везумное, чаепитие прошло очень душевно, и мы тоже использовали игровые техники. Так как я мама трогает детей, и еще бабушка, вот, и еще собачница. Я очень люблю игры и всякие штуки интересные. И мы знакомились так на чаепитии. То есть мы погасили свет, зажгли свечи и сидели. Ну, очень, человек 15, и я знаю только половину, а еще и куча детей, которых очень сложно запомнить по именам. И мы представлялись и рассказывали, либо что подарил Дед Мороз самого такого запоминающегося в жизни, либо что ты хочешь от Деда Мороза такого. И такой был вечер мечтаний. Очень интересный. Вот. Мы так перезнакомились и собрали деньги. У соседей, опять же, я кинула кричи, собрала чайники. Разные-разные-разные интересные чайники. И мы их поставили, это же безумное чаепитие. Кто-то сделал нам пирожные, местный кондитер. Вот. Очень красиво. Девчонки напекли, пирогов принесли. То есть это очень-очень бюджетно. И так вот с миру по нитке. И мы поставили самый красивый чайник, и туда складывали, те, кто не может перечислять, как-то онлайн, не умеет это делать, я складывали в чайник. Потом в конце вечера мы торжественно его открыли, пересчитали денежки, и тут же я перевела просто со своего счета на фонд «Подари жизнь». Вот благодаря, собственно говоря, Дню соседей, как-то и занялось это движение такое, Бровановское, в районе. Уже два года мы собираемся, то есть я обхожу ногами просто все детские клубы в районе. Говорю, давайте делать День соседей, интересное мероприятие. Это конец мая, и всегда перед летними каникулами, да, окончание школы. И детские клубы очень с удовольствием поддерживают, для них это реклама, я ничего не плачу. Вот. Делают, приносят всякие, проводят мастер-классы. Клоунах зовут. Я отправляю фото-зорму такую симпатичную, где можно присесть, сфотографироваться, выложить с хэштегом что-нибудь. И благодаря этому как-то люди уже стали узнавать потихоньку вот это вот. И конец мая, и конец августа у нас второе мероприятие, это перед началом учебного года. Просто дело в том, что у нас очень детский район, безумное количество детей. И бабушки, дедушки, мамы, папы, собаки, все вместе, все такое вот. Все рядом. И очень зеленый район, хорошие парки, поэтому... И вот немножко про технологии. Есть классные штуки, которые, как бы, всегда работают и позволяют район как-то сделать живым, что ли. Чтобы он как-то задышал, ну, как-то вот своим стал. Вот просто выносить несколько раз стол с шахматами. Первый раз как-то так все это, что это вообще? Второй раз. То третий раз, ну, мы вас знаем уже, все нормально. Уже вот, как будто так и было всю жизнь. Садятся, играют там, ну, там только шахматы, там всякие головоломки, еще что-то. Потом мы как-то эти столы красили. Это было вообще что-то. Это мы просто... Людям нельзя давать в руки краску, в сценарии без присмотра. Это ужасно. Ну, я думаю, что он был покрашен 8 раз. Да-да-да-да-да. Причем, слонный вид. У вас стало один для умных, а другой для красивых. Да-да-да. Для умных взяли мальчики на себя, роли умных. Раздлиновали и сделали из него шахматный стол. Прекрасно получился, до сих пор работает. Второй, другой красивый, перекрашивался, как и положено. Все красные. Одни покрасивые пришли, порисовали. Потом тут пришли, нет. Мы даже такого бы хотим. В общем, наутро я его нашла на мусорке. Извините, пожалуйста, я прослышала вопрос, Алена. Тропарева Никулина. Это метро из Западная. Вот. Взрослые люди. Я знала, что вот... Да, да. Я спросила разрешение управы. Они сказали, ну, неприличные слова не писать. Если что, если что, нас заставят, конечно, оттирать. Там жилищник. Шумовый асфальт, по-моему. Жилищник, там, все такое. Я говорю, нет, все будет нормально. Вот. Рисовали взрослые люди в общем классике. Они до сих пор там живые. Потому что это баллончики, они такие термоядерные. Вот. Самое главное еще хорошая такая технологичная штука. Дать в руки то, чем ребенка можно занять. Он сам будет заниматься. Самолетеки всякие. Вот это вот очень важная, интересная штука. Простым названием Ярондопель. Вы знаете, у нас есть такая настольная игра. Там, говорят, слова со странным значением. Ну, вот чему она вот здесь прикрутилась у меня, это слово. Был у нас в районе раздельный сбор мусора. Волшебная история 16-го года. Хотя это не год экологии вообще был. И мы так подружились с этой компанией. Она была небольшая совсем. Я подружилась лично с директором, с помощником. И мы их так звали. Приходите к нам на день соседей. Мы сделаем мастер-класс для детей. Будем проводить лекции, разделенные в сборе, в турсельях. Все такое. Мы сняли ролик. Ну, такой тоже, клоунский немножко. Они там у себя выложили его. И все, было пару месяцев хорошо. Потом все, кисло. Жалко. Очень жалко. Но все равно это истории классные. Когда есть кто-то, кто занимается ответственными, какими-то ответственными вещами. И их можно позвать. И они готовы будут что-то делать хорошее. Выход в свет. На Маслениц. То есть я подружилась с Управой и стала проситься к ним, когда они праздники проводят. То есть я не могу организовать зимой праздник. Это безумно дорого. Ну, как-то столько там всего надо делать. Вот. Я стала к ним просто присоединяться. Вот сделала Масленицу. А люди обычно, как они смотрят там внизу, что там происходит с 20-го этажа. Вот. Если там что-то стоит внимания вообще, они спускаются. Если там очередь за блинами только и чаем, то даже не поют вообще. А тут Маслениц, значит, сено, солома, добрые соседи. Все пришли фоткаться, в общем. Все были рады, довольны и хорошо провели время. Мы пробовали собирать мнение жителей, о чем они хотят. Вот. Как-то тоже, как-то усерьезненько, процесс праздника на улице. Потому что, чтобы это был не только праздник, но что-то еще... Ну, что-то рождалось, чтобы такое, скажем, позитивное, социальное. Вот. Все хотели булочную. Все хотели булочную. Люди живут в многоэтажках, им хочется уютных мест рядом с домом, а не супермаркета или ларька. То есть вот среднего ничего нет. Либо супермаркет, ларек. А сейчас ларьки все убрали. Вообще никуда не пойти. Вот. И, ну, и собирали картинки. Мы хотели раскрасить вот это вот здание, где теплопункт, потому что на нем все время из Мирея приходят студенты и пишут неприличные слова. Мы хотели... Мы хотели... Да, мы хотели как-то добиться, чтобы там кто-нибудь раскрасил. Ну, не за наши деньги, а чтобы кто-нибудь пришел и раскрасил. Ну, мы тут собирали мнение жителей, то, что хочет, чтобы было нарисовано. Ну, вот. У нас снимало несколько телевидений. У нас в районе есть детское телевидение. Мы позируем, сидим и что-то там обсуждают. Ну, все. А это наша, да, Спасская башня, которую мы гусим все время. Она прямо в самой середине. На этой месте когда-то был военный городок и вот вокруг полосы была вот эта вот Спасская башня. И когда военный городок снесли застроенный микрорайон, башню не стали убирать. Сносите вот эти вот елки, там, не знаю, 60-летние. Причем, актеристы вот красятся за свои деньги в башню. Да, мы ее ремонтируем, любим, бережем. Вообще так, а именно. Потому что никто не знает, как ее ремонтировать по-хорошему. Потому что она из железа. Ну, за штуку отборишь, ничего. И просто красить, и красить, пока она не из нее. Я думаю, что ее можно от песка струн и снизу. Спасибо, Кристина.